Телевидение, как выяснилось, родная стихия для председателя Совета Муфтиев России. Много лет назад он работал на Казанском ТВ режиссером. Рассказал духовный лидер и о своих первых впечатлениях о Забайкалье. Мне край очень понравился. У вас сопки, у вас горы, у вас леса. И город расположен на уникальном прямо месте. Поэтому, думаю, летом намного краше, наверное. Но и сейчас зимой тоже город красив и вообще край великолепен. Говорили и о семье. Как оказалось, обе дочери духовного лидера – известные лингвисты, преподают в МГУ. Разговор коснулся и других тем. Строительство мечетей по всей стране, проблема трудовых мигрантов, сосуществование православных и мусульман в России. Мы должны быть едины. Мы единый народ России. Мы должны отстаивать интересы и целостность нашего государства. Поэтому от мира, согласия, благополучия наших двух религий зависит и благополучие самой страны. В беседе Равиль Гайнудзинов подчеркнул мысль о важности мирного соседства представителей разных религий. И Чита, по его мнению, хороший пример терпимости и взаимоуважения. Видели, какое внимание оказывается со стороны губернатора, со стороны городских властей развитию духовных центров здесь, в городе Чите. Мы вчера осмотрели и великолепный, построенный новый православный храм. Мы посмотрели и буддийский датсан, целый комплекс. И вот посетили соборную мечеть города Читы, посмотрели на медресе, которое за короткое время построено. Я вижу, здесь царит духовный такой мир. Будто в подтверждение этих слов, сегодня в открытии мусульманской школы медресе при соборной мечети приняли участие представители всех трех конфессий. Здание построено в быстрые сроки, почти за полгода, на средства прихожан и спонсоров. Таких школ за Уралом единицы. Гостям рассказали и о том, что учиться здесь будут подростки, начиная с 9 класса. В программе основа Корана, исламское право, татарский и арабский языки. Преподавать здесь будут и местные педагоги, и приезжие. Алмаз Салахов пять лет возглавлял подобную школу в Ульяновске. Свой опыт применит теперь в Чите. Данное учебное заведение рассчитано в данный момент на 30 человек. По учебному плану рассчитано, что будут обучаться на базе 9 классов. То есть до обеда они будут обучаться, светские знания будут получать в школе. И придя сюда после обеда, то есть будут заниматься домашними заданиями. То есть они здесь будут обедать, кушать, отдыхать. И с этим вместе они будут в день один раз по полтора или два часа, там может зависеть от учебной программы, получать религиозные знания. Медресе станет центром духовного образования мусульманской молодежи в Чите. Юлия Тимошенко, Сергей Миртов. Время новостей. Тимошенко, Сергей Миртов.